Клещ может быть и зараженным, но инфицирующая доза недостаточна. Второй элемент – организм должен быть чувствительным. Может быть, человек когда-то переболел легкой форме клещевого энцефалита, по типу гриппа. И он практически не заболеет, даже если его и укусит зараженный клещ. Если также пассивная иммунизация, люди проживают в сельской местности, и пьющие сырое молоко от коров, которых кусают клещи, происходит их иммунизация. То есть они тоже практически не чувствительны к клещевому энцефалиту. То есть организм должен быть восприимчивым, инфекционная доза должна быть достаточной. Ну и, соответственно, вирус должен находиться в этом клеще. На сегодняшний день по поводу укусов клещей к нам обратилось 123 человека. Ну и появились у нас первые положительные находки. Они свидетельствуют о том, что клещи были инфицированы вирусом клещевого энцефалита. Таких случаев у нас три. И удивляться не приходится. Инфицированность клеща, как я говорил, в пределах нормы. Это район Южного Приморья. То есть у нас вирусофорность клещей, то есть зараженность, составляет где-то 2%. 2%. Ну вот так вот и считают, что 123 клеща, из них 3 инфицированы. Это в пределах нормы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова